а вы вот родились махачкале когда вы там были последний раз я интересно в этом году я понял что я в этом уже в 15 ну вот и в прошлом вот совсем недавно в конце 14 года я понял что я живу в москве ровно столько сколько я жил в махачкале то есть уже даже больше в москве живу то есть не был этом лет 15 и не тянет вот посмотреть как там честно да нет почему я с огромным теплом думаю об этом городе как то есть это город моего детства но я понимаю что города моего детства уже нет то есть он совсем другой город там живут другие люди там очень сильно изменилась архитектура потому что таком городе как махачкала есть такая особенность что люди очень любят строиться и строится достаточно хаотично но в этом даже прелесть этой культуры восток да да все пристройки не задумываясь о том как меняется архитектурный ансамбль ну просто потому что семья растет дети рождаются нужно расширяться а мы вот достроим такую пристройку а потом еще кто-то родился а мы ну и еще чуть-чуть вот и мне даже брат старший у которого жена дагестанка и он иногда туда ездит вот и он прислал мне как-то фотографии нашего двора и дома где мы жили вот я не узнал а говорят что нет вообще ну то есть не говорят а точнее такой национальности дагестанка это же уникальное вообще да да там более 30 национальности до более того у каждой из национальностей свой язык и более того то есть эти языки никак лингвистически не соприкасаются да то есть аварец никогда не поймет даргинца если они будут каждый говорить на своем родном языке это удивительно потому что вот аварское село ну вот тут нельзя 50-70 километров даргинское село но они не поймут это никак русский с белорусским или русский с украинским разные языки не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва двадцать четыре